привет всем дорогие друзья по вашим просьбам на одной из трансляций вы просили все таки начать курсы по джава скрипту пораньше собственно этим и хочу заняться создала сейчас папочку джесс лессанс джесс вот вы можете создать на линуксе на виндовсе неважно где в любом месте создавайте создавайте данную папочку до заходим сюда она пока пустая и открываем весну с помощью visual studio code рекомендую вам использовать и visual studio code либо брейкет для работы с джава скриптом но если у вас есть денежка то можно использовать веб шторм вот ну мне больше всего нравится visual studio code этот свободный редактор куча сниппетов куча расширений в общем куча всякого интересного и так вот мы в нашей папочки для начала давайте создадим файлик под названием индекс html он пока пустой и давайте напишем да несколько тегов html открывающий и сразу же закрывающий тег моя рекомендация если вы пишете да там верстку то сразу после открывающего пишите закрывающий что потом не искать где ошибка и ну это приучает порядку до html открывающий закрывающий тег это означает что у нас сейчас здесь до html ский документ давайте договоримся так что на этих уроках ну вы как минимум знаете пару десятков html тегов и имейте понятие о чем вообще речь вот ну давайте head объявим за главную часть в хедере обычно либо какой-нибудь тайтл объявляют либо кодировку символа в дачи рассет устанавливают ну давайте мы здесь напишем наш тайтл и выведем сюда какую-то фразу напишем не знают в сан один джесс в санали пускай так с хедером покончено есть еще да вы знаете body и footer давайте объявим наш тег body с ним мы собственно и по работе ну и можно еще сделать footer вот в принципе это основная базовая структура html документа вот пока здесь у нас до без bootstrap об этом позже просто поговорим да о java скрипте изучаем основы принципы подхода скажем так по умолчанию java скрипт пишется в специфических тегах тех скрипт это означает что так и закрываешь это означает что внутри этого тега до между открывающим и закрывающим уже подразумевается что здесь будет java скрипт ну и давайте да как бы наша наш первый урок выведем какой-нибудь текст на экран да есть стандартная функция java скриптовая под названием alert это как message box шоу в других языках да допустим делависи шарп ну данная функция выводит скажем так уведомление то уведомление которое вы постоянно видите у браузера да там в ошибки валидации там не знаю всякое-всякое давайте напишем всеми любимую фразу hello world сохраним ну и давайте откроем наш файлик в браузере и вот собственно наше сообщение да этот сайт говорит hello world ну это alert давайте откроем хроме да как это будет выглядеть в хроме вот да hello world следующее сообщение то есть разные браузеры могут отображать данный alert по-разному да ну то есть специфика вывода но это всегда будет какое-то уведомление хорошо давайте сразу буду приучать вас к порядку можете заметить да что как бы писать java script в теле html это не очень красиво ну согласитесь да здесь будет куча в боде там куча дивов куча различных там форм текстовых областей и прочего и среди всего этого наш java script будет теряться ну не очень хорошо согласитесь вот и как же можно вынести java script в другой файл ну давайте об этом сейчас поговорим создадим еще один файлик назовем его index.js вот наш замечательный файлик и давайте наш java script вырежем да alert давайте уберем его в этот файл просто напишем alert hello world замечательно а в наш тег java script мы просто вставим ссылку есть такой атрибут который называется src и так как скажем так наш файлик index.js находится в одном каталоге с нашим index.html то нам стоит указать просто название файла index.js давайте сохраним и посмотрим что же у нас получится вот у нас второй файлик index.js и откроем и нас в принципе встречает то же самое сообщение hello world замечательно таким образом относительно родительского каталога можно организовывать ваши js файлики очень удобно красиво и это приучает к порядку на сложных проектах это очень круто выручает все файлики в порядке хорошо структурированы ну в одном месте все файлы хранит тоже да давайте создадим папочку просто js и я вам покажу как относительно родительской папки прописывать пути и наш файлик да переместим папочку js ну то есть так как бы наш проект js да и джаваскриптовые файлики в соответствующей папочке все замечательно и здесь относительно то есть у нас здесь будет относительный путь напишем js slash index js надеюсь slash правильно поставил давайте проверим давайте закроем да можете сказать там в кейсе сохранилось давайте видим то же самое да как бы замечательные относительно родительского каталога можно там в джеск еще какую-то папочку там да по тематике там по ну по различному функционалу группировать файлы там джес там не знаю там main page ну и так далее там накапливать различные пути и таким способом подключать эти скрипты с помощью ссылок согласитесь это более удобно здесь будет html ссылочки на джес скажем так джес будет у нас в порядке в отдельном файлике здесь будет будет чисто джаваскриптовый код никакой путаницы все замечательно и все красиво надеюсь вам понравился мой первый урок по джаваскрипту напишите свои мнения в комментариях стоит ли продолжать джаваскрипт я очень люблю и последнее время изучаю очень много библиотек фреймворков ну и джаваскрипт скажем так мой основной фаворит после Ionic фреймворк и платформы .NET Core вот замечательная штука учить быстро в общем приятный язык жду от вас отзывов и как всегда грамотных и веселых комментариях обязательно подписывайтесь на наш twitter и telegram ссылочки будут в описании в будущем у нас будет группа facebook не пропустите ну все друзья немножко затянул спасибо и до новых встреч пока пока